МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завершилась информационная неделя, пришло время подвести ее итоги. В студии Татьяна Штиллер. Здравствуйте. Журналисты ОРТ подготовили специальные репортажи о самых заметных событиях. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Полные бездельники. Выгоняйте всех. Важные решения губернатора области, дополнительная помощь пострадавшим от паводка, а также работу над ошибками Орской администрации. Я считаю, что если даже кому-то одна поможет, значит, я уже оправдался. Гуманитарная помощь выполняющим государственные задачи. Что передают оренбуржцы нашим бойцам в зону специальной военной операции? И как они это делают? Мемориал Яма. Здесь 2 марта 1942 года нацисты за один день расстреляли около 5000 узников минского гетто. Напоминание об ужасах прошлого и детали жизни настоящей. По дороге с Александром Жарковым. Вместе завершаем путешествие по Республике Беларусь. С таких соревнований все и начинается. Я тоже так же выступал на сельских соревнованиях, совсем будучи молодым. Постепенно-постепенно шел по ступенькам и добился Олимпа. Золотой колос Оренбуржья в Сорочинске. Более 600 спортсменов из 29 районов области собрались на летние сельские спортивные игры. Началась неделя с праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Губернатор Денис Паслер вручил награды победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2024». Традиционно в этот день чествуют молодые и многодетные семьи, супружеские пары, прожившие вместе более полувека. В пяти номинациях в Оренбуржье по инициативе губернатора 15 семей награждаются почетными дипломами и денежными премиями в 100, 200 и 300 тысяч рублей. В правительстве области подчеркивают, в регионе уделяется особое внимание реализации семейной и демографической политики. Ежегодно принимаются меры поддержки. Объем бюджетных расходов на поддержку семей с детьми в Оренбуржье за последние пять лет вырос в два раза и в 2024 году составляет более 9 миллиардов рублей. Региональную поддержку получает каждая третья семья. Большое внимание уделяется семьям участников СВО и их детям. На федеральном уровне Оренбургская область упоминалась на этой неделе на совещании правительства страны. Президент провел его по видеосвязи, а в преддверии заседания губернатор Денис Паслер доложил о мерах по ликвидации последствий паводка в регионе. Совещание с главой МЧС Александром Куренковым и руководителями других территорий, пострадавших от большой воды, этой весной прошло 9 июля. Денис Паслер сообщил о работе, проделанной за последние две недели. В Оренбурге завершен прием заявлений на выдачу единовременной материальной помощи и по утрате имущества первой необходимости. Прием заявлений ведется только от участников СВО. Более 99% заявлений рассмотрены. Выплачено 9 миллиардов 749 миллионов рублей. Принимаются заявления и выплачиваются средства на капитальный ремонт жилья. Работа продолжается и по другим направлениям. Чтобы помочь людям справиться с проблемами, на совещании уже с президентом глава МЧС предлагает увеличить выплаты пострадавшим от паводка. В июне губернатор Денис Паслер на встрече с Владимиром Путиным обсуждал этот вопрос. Во исполнении вашего поручения МЧС России совместно с Минфином России проработан вопрос по увеличению размеров выплат пострадавшим. В правительство внесен проект постановления, которым предусматривается их увеличение в полтора раза. То есть вместо 10 тысяч 15 тысяч рублей за утрату имущества вместо 50 и 100 тысяч рублей будут выплачиваться 75 и 150 тысяч рублей соответственно на каждого пострадавшего. Выплаты будут проиндексированы с 1 апреля и дополнительных заявлений от пострадавших не требуется. Глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил о ходе строительства и восстановления жилья на потопленных территориях. Оренбургская область. Начато строительство жилья для 800 семей. Это 300 индивидуальных жилищных домов и централизованно строится. И 500 квартир на квартирных домах. Задача стоит в этом году работу завершить. Остальные у нас пошли на выплаты и принимаются окончательные решения через выплаты обеспечить квартирами. В Орске определены территории под застройку индивидуальных и многоквартирных домов в замену траченных в паводок. Готовы 360 земельных участков в северном микрорайоне для строительства индивидуальных жилых домов. Подрядчики уже приступили к работе. Ежедневно на площадке порядка 70 человек и 20 единиц техники. До конца 2024 года арчане, получившие сертификаты в связи с утратой жилья, смогут приобрести новые дома. Новые меры поддержки пострадавшим во время весеннего паводка на этой неделе озвучил губернатор во время заседания правительства области. Они касаются тех, кто все это время арендует жилье. Недовольство Денис Паслер выразил в адрес администрации города Орска, назвав чиновников бездельниками. А с некоторыми глава региона вообще предложил попрощаться. О важных заявлениях в репортаже Наталья Мороз. Чем вы там занимаетесь, товарищ Новик? Людям сколько еще ждать? Чего у вас там в головах-то я вообще понять не могу? Полные бездельники. Выгоняйте всех. Кто за это отвечает? Денис Паслер входит в зал заседания. Поприветствовав коллег, отодвигает повестку в сторону. Озвучивает решение продлить выплаты пострадавшим в паводок за аренду жилья еще на три месяца. Пока в домах идут капитальные ремонты или строительство, область будет компенсировать проживание на квартире. По завершению мер, связанных, соответственно, с арендой жителей, мы продлим еще на три месяца. Это будет у нас, получится, июль, август, сентябрь. Прошу, соответственно, Министерство социальной защиты подготовить в течение двух недель постановление правительства. В региональное министерство социального развития поступило почти 4,5 тысячи заявлений на получение данной выплаты. Из областного бюджета уже компенсировали людям за аренду жилья 142 миллиона рублей. Увеличен и размер выплаты семьям, в составе которых 5 и более человек. Отдельно, может быть, пересмотреть выплату касательно семей, более 5 или 7 человек. И цифру здесь сделать побольше. Не 20 тысяч, как у нас было, а сделать 30. Если людей много, потому что и квартира нужна побольше, и аренда будет стоить подороже. Глава региона во время заседания еще раз подчеркивает, меры поддержки пострадавшим во время чрезвычайной ситуации постоянно обновляются, пересматриваются и корректируются. Так будет до тех пор, пока каждая семья не вернется в свое жилье. Чтобы вся информация оперативно поступала, нужна и оперативная работа на всех уровнях и во всех ведомствах. Вот только об этом забыли в Орской администрации. Сейчас в городе работают повторные комиссии. Ежедневно поступают сотни изменений по решениям. Где-то жилье переводят из разряда капитального ремонта в разряд утраты, где-то наоборот. С учетом этих изменений администрация должна публиковать постановление, чтобы люди могли получать соответствующие выплаты. Однако эта работа стоит на месте. Где вы там занимаетесь, товарищ Новик? Я знаю, конечно, с отпуска приехали, устали сильно, надо было отдохнуть вам. Но вот мы 20 июня вам отдали уже больше 800 изменений, которые прошли, и до сих пор не внесены в НПА. Мы что ждем-то до сих пор? Вы же понимаете, что люди подать не могут заявление из-за того, что вы не опубликовываете. Сколько людей физически занимается подготовка нормативного акта? На этой работе у нас задействовано 6-8 человек. Два человека занимаются у вас. А не 6, а не 8. Вот коллеги подсказывают, он напрямую с вами взаимодействует. Людям сколько еще ждать? Вы скажите мне, пожалуйста, чтобы я понимал. Денис Владимирович, мы планируем всю вот эту львиную массу работы закончить до конца следующей недели. Это вот реальные такие цифры и даты. Сколько вы публикуете в неделю сейчас адресов в своем постановлении? Ну, в среднем у нас идет по 200 адресов в день. То есть в неделю у вас получается порядка 1000 вы публикуете, так? Да. Сколько публикуете? Да нет, конечно. У них уже 2 недели, 6500 как стояло, так стоит. Кого вы там публикуете? Тысяча, у вас, соответственно, 2 недели одна и та же цифра стоит. Товарищ Новиков, я же вас просил заниматься этим вопросом. Где результат? Постараюсь эту работу ускорить. А вчера сколько сделали? Вчера сколько сделали изменений? Нисколько. Нисколько. Так а что там делает ваши 8 человек? Скажите, пожалуйста. Я считаю, что вы работой вообще не занимаетесь. Полные бездельники. У вас вообще-то там ваши земляки, друзья, родные, родственники ждут поддержку. А вы только щеки надуваете. Выгоняйте всех. Кто за это отвечает? Чтоб неделю всех выгнал. Бездельников. Но возьмите молодых людей. Они точно вам больше сделают, чем вот эта вся, что называется, квалифицированная управленческая команда, так называют. В скобках. Также вопрос у губернатора и по обследованию многоквартирных домов в Орске, которые попали в зону подтопления. Но по каким-то причинам администрация потеряла порядка 50 зданий. Чего у вас там в головах-то я вообще понять не могу. О чем вы думаете-то? И как вы можете, если это за простые вещи-то определить? Нас же это держит для последующих наших работ, которые нам надо осуществлять. Вы куда это все тянете-то? Скажите мне, пожалуйста, как так можно держать таких, соответственно, руководителей в городе, которые ничего не собираются делать, не делают и головой не соображают, чтобы до следующего завещания все заключили все договоры на обследование? Слышали меня? Доклад о проделанной работе администрация Орска представят уже на следующей неделе на очередном заседании правительства области. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Георгий Бруцкий. Итоги недели. По зову сердца. Оренбуржцы со всей области продолжают отправлять гуманитарную помощь нашим бойцам в зону специальной военной операции. Кто-то делает сухие супы, плетет сети, кто-то изготавливает футляры для противошоковых средств. Другие доставляют гуманитарную помощь за ленточку. Волонтеры – люди самого разного возраста. Это и пенсионеры, и молодые люди. В один голос все говорят, важен труд каждого. Только так можно добиться цели. Наша съемочная группа встретилась с неравнодушными. О тех, кто вносит свой вклад в большое дело, расскажет Елена Еремина. Тут на трех лотках, ну, примерно килограмм пять. А смотрите, какой аромат. Очень вкусно. Да. Вот отстерили, потом вот это вот все снимается. Вот, это лучок. Отваренные, нарезанные овощи сушат на таком специальном аппарате, говорит волонтер клуба «Красный коммунар» Ольга Спасова. Затем их складывают в пакеты. Сухие супы передают нашим бойцам в зону специальной военной операции. Сын Виктор Банщиков, рассказывает Ольга, погиб в марте 2022-го. Решила помогать выполняющим государственные задачи. Идею поддержали многие жители поселка «Красный коммунар». Организовали волонтерский клуб. Начали плести маскировочные сети. И позже стали готовить супы. Для приготовления супа необходимо залить ингредиенты кипятком. Добавить, например, банку тушенки. С одного пакета получится три порции. Изготовки разные. Рассольник, мамин борщ, суп с лапшой или рисом. А если к нему добавить рыбную консерву, будет уха. Овощи приносят жители поселка, соседних деревень со своих огородов. Делают и сухие чаи с клевером, мятой лавандой, соль с сухим укропом, кинзой или базиликом. А в мастерской шьют нижнее белье и пеленки для госпиталей. В случае ранения бойцу может тут же понадобиться противошоковое средство. Футляры для него изготавливает Геннадий Заметин из Оренбурга. Могу расположить несколько штук, допустим, размножить. Ну, к примеру, вот так вот. Могу рядом две поставить. Сначала Оренбуржец разрабатывает модель будущего изделия на компьютере. В специальной программе. После Геннадий Заметин переносит информацию на 3D-принтер. Из гибкого пластика техника создает необходимую деталь. Корпуса футляров под шприц, тюбик и кольца для них уже готовы. Сейчас печатает крышки. Потом Геннадий соединяет все три детали. И вот такой футляр можно передавать нашим бойцам в зону специальной военной операции. Вот это шприц-тюбик вкладывается. Шприц-тюбик, там находится противошоковое средство. Ну, в случае тяжелого ранения, чтобы не было болевого шока. А это для хранения. Поэтому там хранят. Говорят, постребуют. Дай бог. Я считаю, что если даже кому-то одна поможет, значит я уже оправдался. С июня прошлого года Геннадий Заметин передал в зону специальной военной операции уже 3,5 тысячи вот таких футляров. Оренбуржец будет рад, если его примеру последуют и другие. Ведь важен вклад каждого в большое дело. Геннадий Заметин пенсионер. Работает инженером на предприятии, где производят сварочное оборудование. Принтер ему подарили дети. Передавав в зону СВО он и ампульницы. Оренбуржец готов поделиться опытом и моделями с другими при любой возможности. Довольно кропотливая работа, скажем, может не прям тяжелая. Оренбургские добровольцы также плетут маскировочные сети. Ольга Золотых одна из тех, кто посвящает этому делу свое время. Вот так, ориентируясь на схему, волонтер движения «Народная сеть» практически изо дня в день создает маскировочное покрытие. По зову сердца, наверное. Может, это нужно. Может быть, даже нам больше нужно. Ребята говорят им, надо спасать жизнь. Думаем, что наш труд не напрасен. Одна сеть выходит 3 на 6 метра. Так, закрепляем узел. Если одну сеть будет плести один человек, то эта работа займет минимум 6-7 часов. Но это только ее часть. В первую очередь нужно подготовить весь материал. Этот этап многоуровневый. Первое, что нужно сделать – заготовить ткань, говорит региональный координатор движения «Народная сеть» Сергей Маркушин. Перед вами сейчас закроечный стол, на котором мы заготавливаем сами ленты. То есть перед вами расстелена ткань. Пока что один слой для демонстрации, но вообще она расстелается в 30-35 слоев. После того, как она змейкой была расстелена, с помощью его трафарета намечаются линии, которые будут сами ленты, по сути. После все слои прорезают специальным резаком и компонуют в наборы. Их рассылают по подразделениям движения в регионе. Но для ускорения процесса добровольцы объединяются. Чаще всего над одной сетью работают несколько человек. Сейчас процесс затрудняет жара. В помещении нет кондиционеров. Стараются спасаться вентиляторами. Но все равно душно. Также плетут сети, а еще собирают гуманитарную помощь. И взрослые, и дети. Женской гвардии. Укрепление тыла Оренбург. Здесь кладки у нас общие. Смотрите. Так, хорошо. Переберем. Посмотрим. Так, дети. Держитесь скорее. Коробочки. Все неравнодушные. Приносят сюда продукты, вещи. Есть отдельная стопка с письмами. Мы всех будем помнить, но лучше живите. Пожалуйста, пусть пуля мимо летит. Греют душу солдатам, они с собой носят их. Важно не только собрать гуманитарный груз, но и доставить его. Сейчас, конечно, корректился. Я нес поводок. До сих пор помогаем бороться с последствиями. Также лето, каникулы, военно-патриотические лагеря здесь мы работаем. Следующая поездка у нас запланирована. Это, наверное, конец июля, начало августа. Пока маршруты прорабатывают, в этот раз хотят заехать и в детский дом в Перевайск. В среднем путь занимает от недели до 10 дней, в зависимости от направления. Важно, чтобы все, что передали бойцам оренбушцы, дошло до адресата. Елена Еремина, Анна Овсяникова, Семен Воробьев. Итоги недели. Это итоги недели. Вот о чем расскажем далее в нашей программе. Мемориал Яма. Здесь 2 марта 1942 года нацисты за один день расстреляли около 5000 узников Минского гетто. Напоминание об ужасах прошлого и детали жизни настоящей. По дороге с Александром Жарковым. Вместе завершаем путешествие по Республике Беларусь. С таких соревнований все и начинается. Я тоже так же выступал на сельских соревнованиях, совсем будучи молодым. Постепенно-постепенно шел по ступенькам и добился Олимпа. Золотой колосс Оренбуржья в Сорочинске. Более 600 спортсменов из 29 районов области собрались на летние сельские спортивные игры. Это итоги недели. И вот чем еще запомнятся уходящие 7 дней. В начале недели оренбуржцы подсчитывали убытки, нанесенные ураганом, который пронесся над регионом в выходные. В Бузулуке убирали поваленные деревья, крепили конструкции, которые снесло сильнейшим ветром. В Национальном парке восстанавливали разрушенные скамейки, беседки, ограждения смотровой площадки. Шквалистый ветер буквально разметал настил. К счастью, обошлось без пострадавших. А тем временем сельские территории приступили к уборке урожая. Первыми уборку озимой пшеницы начали аграрии Александровского, Бузулуфского, Курманаевского и Новосергиевского районов. Урожайность от 27,5 до 35 центнеров с гектара. Еще одно стратегически важное предприятие откроется в Оренбуржье. Губернатор Денис Паслер встретился с руководителем компании «Коблик Групп», которая объединяет шесть агромашиностроительных предприятий и сеть дилерских центров в нескольких регионах России. И теперь Оренбуржье в этом списке. Производство будет локализовано на предприятии, закрытого из-за санкций. В планах выпуск сельхозтехники для Урала и Сибири. Новая площадка обеспечит 200 рабочих мест и налоговое отчисление в региональный бюджет. Международная выставка «Иннопром» работала в Екатеринбурге. Десять оренбуржских предприятий представили свою продукцию. В их числе компании-производители оборудования для ветроэнергетики, пластиковых труб и фитингов. Основная цель участия – найти потенциальных заказчиков и партнеров. И, как подчеркивают организаторы, участники «Иннопрома» проявляют большой интерес каримбургским производителям. Неожиданный миллион. Жительница Сорочинского городского округа стала обладательницей главного приза викторины всей семьей. Женщина рассказала, что приняла участие за день до подведения итогов. Полученные деньги планируют потратить на квартиру дочери, которая через два года станет студенткой. Организаторы «Российский союз молодежи» обещают, это не последний розыгрыш, посвященный юбилейным датам. 280-летию со дня основания Оренбургской губернии и 90-летию со дня образования области. Десять призов по одному миллиону рублей разыграют 6 сентября. И теперь о летнем отпуске. Все большие россиян вместо пляжного отдыха предпочитают путешествия и походы, отмечают в Российском союзе туриндустрии. Почти четверть опрошенных говорят, что любят посещать новые города и изучать местные достопримечательности. 17% предпочитают многокилометровые походы и жизнь в палатке. При этом более 40% заявляют, что отправляются на отдых только при условии, что их комфорт будет на достаточном уровне. А вот с этим не всегда все гладко. Самыми распространенными жалобами на условия проживания в российских санаториях и отелях в прошлом сезоне стали сообщения о включении в договор заведомо невыгодных для потребителя условий, невыдача кассовых чеков, а также о том, что не все оплаченные услуги были в итоге предоставлены. Одной из популярных жалоб, которые поступали в организацию «Общественная потребительская инициатива», стала некачественная уборка номеров и наличие в них насекомых. Туристы сообщали, что в отелях неисправна пожарная сигнализация, нет огнетушителей. А у компаний, которые осуществляли трансфер до отеля или санатория, не было лицензии на перевозку пассажиров. В Роспотребнадзоре во избежание неприятностей советуют для начала ознакомиться с отзывами тех, кто уже побывал там, куда вы планируете отправиться. В обязательном порядке рекомендуем заключение письменных договоров с исполнителем, с турагентом и туроператором. Перед тем, как заключить договор, рекомендуем проверить их наличие в реестре. Если на отдыхе не все вышло, как вы хотели, нужно обратиться с письменной претензией к поставщику услуг, а уже с неустроившим вас ответом обратиться к специалистам Роспотребнадзора, которые готовы отстоять ваши права в суде. Путешествие продолжается по дороге с Александром Жарковым. Журналист ОРТ две недели делится своими впечатлениями. Передвижение из Оренбурга до Беларуси и по территории республики интересно событиями и историческими местами. Памятные обелиски, районы сражений советской армии с фашистскими оккупантами, братские могилы и детский лагерь «Красный берег», мемориальный комплекс «Хатынь» запоминаются на всю жизнь. О трагических напоминаниях об ужасах прошлого, небольших поселениях и крупных городах вместе с Александром мы рассказывали в новостных сюжетах. А завершаем обзором белорусской столицы. Все подробности в нашей туристической рубрике. Мы въезжаем в Минск, в столицу Беларуси. Много об этом городе рассказывать не буду. Вся информация есть в открытом доступе. Лишь покажу некоторые достопримечательности, покажу, как выглядят улицы, как выглядят дома, архитектура. Движемся по Логойскому тракту. Вы видите, насколько интенсивное движение. По три полосы в каждую сторону. Обратите внимание на общественный транспорт. Здесь преобладают на маршрутах автобусы МАЗ. Это неудивительно. Минский автомобильный завод выпускает не только грузовики и самосвалы, но и автобусы. Причем курсируют по городу не только такие, как мы вот сейчас, я вам покажу. Вот такие вот желтенькие. Но и гармошки. Такие остановки в Минске. Ничего необычного. Простые конструкции. На столбах висит электронное табло. Указано нумерация автобусов и время прибытия. Минск, столица Белоруссии, основан в 1067 году. Сейчас считается десятым по крупности городе в Европе. Седьмым после Москвы, Ташкента, Санкт-Петербурга, Киева. Город очень интересный и очень в плане, в том числе, архитектурном. Мы сейчас идем к одному месту, которое называется Мемориал Яма. Здесь 2 марта 1942 года нацисты за один день расстреляли около 5000 узников минского гетто. И здесь находится такая композиция, которая называется «В последний путь». Обелиск был установлен в 1947 году. В 2000-м появилась вот эта вот композиция. Это группа обреченных мучеников, которые спускаются на дно ямы в последний раз. Посмотрите, вот этот человек не расстается со своей скрипкой. Лица обречены, выражают скорбь, безысходность. И тот человек, который находится во главе этой группы людей, он обратил свой взор к небу, может быть, обращаясь к Богу с надеждой, что ему удастся спастись. Светлая память на вечные времена 5000 евреев, погибших от рук лютых врагов человечества, фашистско-немецких злодеев. Сразу после войны Минск начали восстанавливать. Здесь строились заводы, развивалась промышленность, производство. И, судя по всему, это не останавливается до сих пор. Здесь на самом деле очень много различных крупных предприятий. В Минске, как и во многих других городах Беларуси, очень много скверов, таких вот местечек, где можно просто посидеть на лавочке в тени деревьев. Государственные флаги на магазинах, на самых обычных, это дело здесь привычное. Еще один интересный факт из жизни Минска. Здесь очень длинная велодорожка. Ее расстояние составляет почти 27 километров. Путь проходит через мосточки. Бывает, есть несколько крутых поворотов. Совсем недолго, несколько часов. И, разумеется, показать улицы, какие-то здания, много всего за столь короткое время физически невозможно. В завершении что скажу? Приезжайте сюда. Кстати, здесь очень много россиян. Это видно и по автомобилям, и по посетителям в кафе. Александр Шарков из Минска. На этой неделе на Западе области состоялись сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья». Это главное спортивное событие года, в котором принимают участие сборные всех сельских районов. По ряду дисциплин в территориях проходили отдельные соревнования, входящие в общий зачет. А самые популярные виды вынесены в финальный этап, хозяином которого стал Сорочинск. В программе финала мужской и женский волейбол, футбол, гандбол, лапта и легкая атлетика. А еще нужно подготовить и провести масштабную церемонию открытия. Сорочинск уже бывал хозяином «Золотого колоса». В этом году игры должны были проходить в Домбаровке, но в последний момент добаровцы поняли, что не вытянут проведение и отказались от финала. Настало время сорочинцам подставить плечок, все как в спорте. За короткое и малое время сорочинцы подготовились к приему гостей. Сорочинцы навели лоск в своем хозяйстве, подновили арены, организовали места проживания. Вся местная спортивная база приведена в порядок. Мы долго ждали, конечно, хотя имеем опыт. Это у нас третье вот такие соревнования, третий «Золотой колос». Все приготовили, чтобы все приезжие спортсмены чувствовали себя комфортно, а самое главное – показывали рекорды. Рекорды не рекорды, но уровень их прям высокий. В русской лапте, который стартовал «Колос», в сельских соревнованиях играют 8 мастеров спорта. В настоящее время Оренбургского область ходит в пятерку лучших команд регионов России. В королеве спорта легкой атлетики тоже есть звезды всероссийского уровня. Звучат и новые имена. А борьба в прыжковом секторе и на дистанциях идет нешуточная. Быстрые секунды легко не даются. Внимание! Это был суперфиниш. Сильно наклонилась и улетела. Больно упала? Ну, больновато, да. Игры с мячом всегда в программе «Золотого колоса». Самый популярный – футбол. Постоянно привлекает особое внимание. Общий уровень вырос. Каждый раз новые герои. Вот и сейчас все непредсказуемо. В отличие от гонбола, где Оренбургский район практически бессменный фаворит. Это у нас 21-й колос уже. Еще начиналось с Советского Союза, в общем-то, начиналось. Ну, в принципе, я участвовал в 20-ти. И мы где-то из всех 20 колосов, которые принимали участие, 18 становились чемпионами. У меня играют два внука. И уже с 9 лет занимаются гонболом, поэтому гонбол – наша жизнь. В мужском волейбольном турнире настоящим открытием игр стала команда Северного района, обыгравшая одних лидеров – Александровцев, и в упорнейшей борьбе уступившая другим – Оренбуржцам. А у женщин свои звезды – прославленные и титулованные. Мы приехали только за победой. Сама люблю побеждать. И этому учу своих детей. Сколько уже побед в колосе? Ой, если честно, не считала много. Ну, вычеркнуть декреты. В общем, проиграли мы всего один раз. Помимо спортивных, на колосе успешно решались и организационные вопросы. Маленькому городу принять семь сотен гостей – задача не из простых. Хозяевам форума нужно всех разместить, накормить, обеспечить порядок. Разместили прекрасно, в новой школе, что удивительно. Раньше не всегда выдавалось. Вчера мы кормили, сегодня кормили. Пока жалоб нет. Все по меню у нас, все как положено. У нас сегодня рыба красная была в меню. Инцидентов пока что не происходит. Все адекватные, спокойные. То есть мы смотрим за всем. Происшествий нет. В разгар игр состоялась встреча первых лиц области с лучшими спортивными семьями Оренбуржья, которые в конце июня в Саракташе провели свои соревнования в рамках «Золотого колоса». Уважаемые друзья, вы большие молодцы. В отличие от примеров, во-первых, в первую очередь своим детям, во-вторых, населениям Оренбуржья, и, конечно же, другим семьям. Помимо наград лауреатам, организаторы приготовили сюрприз, пригласив на встречу олимпийского чемпиона Юрия Барзаковского. В таких соревнованиях все и начинается. Я тоже так же выступал на сельских соревнованиях, совсем будучи молодым, постепенно-постепенно шел по ступенькам и добился олимпа. Поэтому, кто будет выступать здесь, у ребят все в их руках, соответственно. И я думаю, что со временем они в том числе могут добиться и олимпа, почему нет. На центральной спортивной арене «Колоса» в городском стадионе «Дружба» при полном аншлаге состоялась церемония торжественного открытия. Самая зрелищная и красивая часть любой олимпиады. Парадом прошли сборные участницы, каждая в эксклюзивной форме, с флагом своего района. Перед переполненными трибунами выступали творческие коллективы, показавшие этническое разнообразие многонационального Оренбуржия. По давно устоявшимся канонам были песни, пляски, салют, вручение хлеба соли, приветственные слова вип-персон. Желаю всем участникам боевого настроя и успешного выступления. Уважаемые друзья, пусть игры пройдут достойно, в результате пусть победит сильнейший. В завершении церемонии подняты флаги соревнований. Ветераны и активисты спортивного движения пронесли олимпийский факел и зажгли огонь игр. А после праздника продолжились спортивные будни. Борьба жаркая и жаль, что соревнования заканчиваются. Анатолий Юденич, Никита Сергеев. Итоги недели. Такими событиями запомнится эта рабочая неделя. Следующая принесет не меньше новостей и тем достойных обсуждения. Напомню, читать и смотреть нас можно на сайте urttv.ru. Предлагайте темы для сюжетов и сообщайте о своих проблемах по телефону 8-987-852-6011. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин